Уехал, наконец, 20 минут опоздания у нас. Будем смотреть телевидение. Грузского, естественно, нет. Есть португальский, испанский, китайский, арабский. Никаких только языков нет. Чешского нет, естественно, привыкли говорить на чешском. Интересно всё с юмором показано с разных стран. Очень интересно. В разных странах, допустим, курение об Индии, что нельзя курить. Рассказывают, как, что, где должно лежать. Про Германию рассказывают, про маски. Китай. Китай! Ещё один самолёт. Вот это волоса наш, на который мы будем взлетать. И самый аэропорт. Аэропорт Берлина, он не такой уж и большой. Посадка длилась очень долго. Регистрация людей очень долго длилась, правда. Потому что они всё это, ну, естественно, когда, как, визы, когда, куда прилетаете. Потом полиция. В общем, это целый отдельный такой вход был для Нью-Йорка. И прилетаем мы в Нью-Йорк. В Нью-Йорк аэропорт с Берлина. Аэропорт, правда, пора перестраивать. Людей много. Аэропорт маленький. Ждём команды. Всё, полетели. Начинаем. Взлёт. Какой расход. Вот. Сейчас слетим. Смотри. Ну-ка, сейчас слетим. Вот, слетаем. Нет, ещё нет. Сейчас, сейчас. Вот, начали слетать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы уже спустились, наконец-то. Очень много кружили, самолёт опоздал поздно. Вылетел на 20 минут, он опоздал. И нам теперь очень тяжело сесть. А вот, дорога в аэропорт. Там мы сидимся. Вчера падал снег, и завтра будет снег. Потом утепление. Так что, нам повезло увидеть снегу в Америку. Смотри, вон поезда. Поезда стоят. Здесь транспортный DHL. Явно жёлтенький. Шопрайт какой-то. Не знаю, что это такое. У нас жёлтый DHL машина. Сейчас сядем в аэропорт Нью-Йорк. Садимся. Садимся. Смотри, самолётики уже видны. Мы садимся? Посадка. Смотрите, мальчики. Ух ты. Ну-ка. Гошка. Сейчас будет посадка. Ну-ка. Раз. Два. Три. Мы уже сели, что ли? Да? Мы сели, мы уже тормозим. Да, вот сели. Ух. Всё, тормозим. А вот и аэропорт. Аэропорт небольшой, но трясёт так. Наверное, больше у меня руки трясутся, чем по факту. Мы трясёмся. Потому что всё в воздухе держится. Да. К камеру прилетели с прилёта. Через час лёта нам дали обед. Овощи, макароны, курочка. Там был выбор, что ты хочешь. Такой салат с кашей. Масло, хлеб. Ну и салфетки, естественно. Ложки, вилки. Прикольные. Молодец. Мы надавали воду и сок. Можно взять было любое кока-колу или что-то ещё. И вино. Мы брали вино детям в соке. И ещё дали воду. И мороженое с мёдом. Вот оно какое. Ложечка там такая смешная. Но это обычная. Это самый аэропорт. Не знаю, он достаточно маленький. Для Нью-Йорка всё-таки он такой маленький. В какой-то степени. Пишечком-пишечком идём. Разделяют людей с визами суда. Я не помню, в прошлый раз нас тут разделяли. Или как-то по-моему нет, да. Туда местные, Канада, сюда визиторы. В общем, мы всё прошли. Вообще такая смешная история произошла. У таможника, пограничник, да, который стоит. Спрашивает, куда вы едете, что едете. Он такой, всё, стоп, релакс, релакс. Типа, всё классно, сейчас всё решим. Я смотрю, у него на телефоне одновременно переписка идёт. И девушка ему присылает такой тест свой. Он такой, всё, стоп, релакс, всё окей. В настоящем, возле опорта, оранжевом такси Нью-Йорском стоит 24 доллара. Каждый чемодан большой доллар стоит. Плюсом. Рэдисон-Ин. Первый наш такой перекус, это прям торговая цена с нашей гостиницей, 51 доллар. Но вот эти вот штуки, они в действительности фреши, они натуральные, вкусные. У мужа здесь рыбка с рисом. У меня вот такой вот овощи, овощи, макарошки для ребёнка. И фанта, кока-кола не было, открою, конечно. Кстати, ещё так интересно, давно я не ела патиссоны. Или такие кабачки жёлтые. Сейчас покажу. Жёлтый кабачок. В общем, прикольный вкус. Вот в этой вот, в итальянском спаро брали мы еду. Ну, в общем, в принципе, вкусно. Достаточно вкусно. Всегда один доллар. Ну, на чипер она, в принципе, четвертить людей. Да! 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 Да!